Здравствуйте, Республика! В прямом эфире на Юргане Детали Лайф. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился темный ум. Свободен, вновь ищу союза волшебных звуков, чувств и дум. Так однажды о вдохновении и поэзии написал Александр Сергеевич Пушкин, основоположник современного литературного русского языка. Творчество Пушкина объединяет людей всех возрастов и национальностей. И сегодня, 6 июня, весь мир отмечает 225 лет со дня рождения великого поэта. В 2010-м, в этот же день, в международном календаре, появился еще один праздник – День русского языка. Двойное торжество в столице Коми сегодня началось с громких чтений в Национальной библиотеке Республики. Пройти мимо Национальной библиотеки сегодня было невозможно. Всех так и приманивала литературная акция «Громкие чтения». В этом году в ней участвовало 35 человек совершенно разных возрастов. Здесь и студенты Сыктывкарских колледжей, и клубные объединения, и просто желающие быть причастным к празднику. Объединяет их одно – каждый из них влюблен в творчество Александра Сергеевича Пушкина. Участники показали свои таланты в декламации. Егор Пунигов, к примеру, сделал это настолько профессионально, что заставил задержаться даже не питающих любовь к литературе слушателей. В награду любого возьмешь ты коня! Волхвы не боятся могучих владык, И княжеский дар им не нужен, Правдив и свободен их вещий язык, И с волей небесную дружен. Здесь есть мои коллеги, которые тоже принимают участие в данном мероприятии, поэтому я решил так присоединиться к ним, тем более, что читать стихи люблю, нравится, а мероприятие замечательное, поэтому почему бы не попробовать. Акцию, посвященную Дню рождения Александра Сергеевича, уже девятый год проводит Центр досуга и кино «Октябрь». Отдают предпочтение уличным площадкам, чтобы зрителями этого поэтического марафона могли стать жители и гости столицы нашего Комикрая. Уже третий год партнером в проведении громких чтений выступает Национальная библиотека. Мы понимаем, что такое здание, оно создает особую атмосферу, которую необходимо передать и которой необходимо проникнуться при вот этих пушкинских чтениях. Мы стараемся, чтобы здесь не звучали не только, скажем, произведения для взрослых, потому что Пушкин у каждого возраста свой. Создать атмосферу пушкинских балов вызвалась команда студии-модницы. В элегантных нарядах эпохи 19 века статные дамы открыли громкие чтения. Принимают участие в этой акции они уже в третий раз. На самом деле у нас 38 коллекций. Это один из снарядов, который есть в нашем арсенале. Каждая деталь изучалась с историческим подходом, изучение истории моды обязательно. То есть каждую деталь, какая деталь характерна той или иной эпохи. То есть начало века, середина века или конец века. Вот в данном случае это, несмотря на то, что Пушкин начало 19 века, но костюмы все-таки больше с деталями, элементами середины и конца 19 века. Эта акция не единственное событие, посвященное Дню русского языка. Национальная библиотека Республики Коми приглашает всех провести эти летние вечера в компании близких и друзей. Национальная библиотека в течение двух дней, сегодня и завтра, будет проводить разные мероприятия, они будут в разных форматах. Это будут игры, это будут викторины, это будут книжные ярмарки, это будут интерактивные мероприятия. Я рекомендую в анонсе на сайте библиотеки посмотреть, потому что они проходят все по разным названиям и в разное время. Ну и, конечно же, в социальной сети ВКонтакте на нашей официальной странице обо всем можно узнать. Русский язык самый распространенный среди славянских. Он объединяет не только народы России, но и соотечественников, проживающих за рубежом, способствует сплочению нации. Его сохранение и развитие – одна из первостепенных задач государства. Для этого создаются различные справочники, словари, разрабатываются просветительские и образовательные проекты. О богатстве и сохранении русского языка. Сегодня в прямом эфире мы будем общаться с доцентом кафедры русской филологии СГУ имени Петерима Сорокина Татьяна Николаевна Бунчук. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Друзья, вы тоже можете задавать вопросы нашей гости и присылайте их в группу Юргана ВКонтакте либо же в наш телеграм-канал по номеру, который вы видите на своих экранах. Татьяна Николаевна, чем русский язык принципиально отличается от того пушкинского языка? Как он изменился с тех лет? Ну, я бы сказала, принципиально он не изменился, поэтому он и остался русским языком. А вот что касается деталей, то, конечно же, очень многие детали в грамматические, фонетические, лексические, особенно лексические изменились. Не случайно современные дети испытывают определенные сложности в чтении пушкинских стихов, да и не только дети, и взрослые люди, потому что тут довольно много лексики, утратившейся. В грамматике, конечно же, ну, например, никто не заменит единственного друга. Мы сейчас скажем, никто не заменит единственного друга. Или же, например, где ты, гроза, символ свободы. Символ, мы скажем. Сейчас они символ. Поэтому в такой, в частностях, безусловно, произошли изменения. Но, однако, в коренном его отношении язык остался тем же. Это тот самый русский язык, который базируется на определенной грамматике, фонетике, потому что в звучании тоже ничего, мало что изменилось. Изменилось, может быть, ударение, но мало что изменилось, например, в произношении звука. В звуке все те же самые практически. А вот как вы могли бы описать современный русский язык? Насколько он все-таки сохранил вот свой первозданный, не особо обремененный заимствованиями вид? Ну, слово первозданный, мы, наверное, для русского языка вообще никогда этот вид не воспроизведем. Потому что что значит первозданный, не обремененный заимствованием? Это значит, язык, который состоит исключительно из русских слов, форм, звуков и так далее. Такого никогда не было. Потому что мы понимаем, что русский язык – это одна из разновидностей восточнославянских диалектов. В свою очередь, восточнославянские диалекты восходят к славянскому праязыку, а праязык – славянский, к индоевропейской языковой семье. Сложная система. Да, и очень древняя система. Поэтому такого первозданного вида русский язык не имел никогда. И тем более русский язык всегда существовал в соседстве с другими языками, и иностранные, заимствованные слова в русском языке были всегда. Поэтому говорить о том, каким он был тогда и каким он стал сейчас, ну, наверное, это невозможно сказать. Ну, действительно, все мы знаем, что русский язык – это… Вообще, в принципе, язык – это живой организм, ему свойственно меняться. Но что все-таки является главными причинами трансформации речи людей? Сами люди. Сами люди. Люди не могут оставаться теми же самыми при тех изменениях, которые происходят в мире. Люди сами создают эти изменения, вместе с этими изменениями меняются. И, конечно же, у людей меняются идеалы, у людей меняются приоритеты. И когда они смотрят в ту или другую сторону, соответственно, формируется идеал не только духовный, но и идеал, можно сказать, языковой. Потому что увлеченность криминальной культурой вызвала вот такой всплеск интереса к криминальным словам. И у нас очень много появилось в этих самых же организмах, которые по природе своей восходят к речи воров и других уголовных элементов. А какие тенденции, помимо жорганизмов, которые вы упомянули, еще характерны для современного русского языка? Я хочу сказать, что жорганизмы — это не новая тенденция. Жорганизмы — это такие словечки, которые употребляет та или иная социальная группа, какой-нибудь языковой коллектив, в котором вырабатываются свои какие-то особенности. Особая речь, особая одежда, особые интересы. И вот жорганизмы как раз и служат для того, чтобы обозначить принадлежность человека к этой социальной группе. А вот если говорить о тенденциях, которые наметились в современном русском языке, то некоторые тенденции, безусловно, есть. Вот одна из них — это, если можно так сказать, снижение напряженности в артикуляции звуков речи. Мы стали меньше, так сказать, работать речевым аппаратом для того, чтобы произносить звуки. Наверное, обратили внимание, очень часто мы слышим эту нечеткую речь. Нечеткая речь — это как раз небрежная артикуляция, которая приводит к тому, что даже, например, «буратино» мы в речи можем услышать «братин». Какое-нибудь такое произношение. В грамматике тенденция обнаружилась. Это лингвисты называют это такое стремление к тому, чтобы язык менялся в сторону, как вам сказать, меньшей степени согласованности, грамматический форум друг с другом. Что свойственно, кстати, многим индоевропейским современным языкам, том же самом английском, например, в котором нет окончаний, а грамматическое значение выражают предлоги. В русском языке еще окончание — это прежде всего. Но обратите внимание, как много у нас форм, где окончание не главное. Например, администрация города Сыктывкар, а не Сыктывкара, или числительное. Пятьюстами шестидесятипяти. Пятьюстами шестью десятью пятию. Даже вот мне вдруг оказалось сложно выговорить, потому что мы уже так привыкли. Пятьсот шестьдесят шестью, например, какой-нибудь. Чем проще, тем лучше. Да, где первую часть мы уже не изменяем, как бы оставляем ее без склонения. Вот эта вот тенденция не склонять. И даже вот среди прилагательных выбирают не бордовый, а бордо. Не, скажем, не модерновый, а модерн и прочее. Вот эта вот особенность, которая характеризует грамматику, русскую грамматику, которая тоже движется в сторону, в сторону, в которую уже ушли многие европейские языки. К тенденциям русского языка мы вернемся еще обязательно в процессе нашего диалога. Ну а сейчас предлагаю еще немного поговорить об Александре Сергеевиче Пушкине. О том, что Пушкин наше все, мы знаем со школьной скамьи. И поэт смог объединить книжный и разговорный язык. Он раздвинул жанровые рамки и смог внести естественный язык в произведения высокого и среднего стиля. В произведениях Александра Сергеевича очень много неологизмов тех лет, того времени. И мы решили проверить, знают ли жители республики значение некоторых из них. Можете прочитать, может быть, пару фраз, какие-нибудь стихотворения Пушкина, что-нибудь из его произведения на ваш... Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива. Но ломлива, что это такое? Как вы думаете? Я думаю, что она гибкая, тоненькая, гибкая. Вы знаете, она упрямая и спесивая. Да вы что? Ломлива. Как вы думаете, что это значит? Ну, на современный лад, наверное, это такая... Не надо, не подходите, я сама туда сюда. А тут с точностью наоборот. Она упрямая и спесивая. Ну, наверное, это вы точно знаете. На палате взобралась и тихонько улеглась. Палате. Что это? Это легко. Это под печкой и сверху печки такая, как-то поверхность небольшая. Ну, где лежали бабушки, дедушки. Ну, лежанка, типа, да. Ну, да. Отлично. Можете на скидку вспомнить, пусть даже пару слов, может, предложения, что-нибудь из произведения Александра Сергеевича? Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное время, как гений чистой красоты. Татьяна Николаевна, насколько вообще произведения Александра Сергеевича Пушкина актуальны в современном образовании? Вы, как филолог, часто обращаетесь к наследию великого классика? Ну, может быть, как языковед я не так часто обращаюсь к наследию классика, но считаю, что наследие Пушкина столь же важно, как, например, знание арифметики для знания алгебры. То есть без дважды два – никуда. Знать русский язык, знать русскую литературу, культуру без знания Пушкина и других классиков ну, просто невозможно. Абсолютно с вами согласна. Предлагаю прерваться на небольшой перерыв, после которого мы продолжим диалог с нашей гостьей. Не переключайтесь. В прямом эфире на Юргане программа «Детали лайв». Приветствуем всех, кто только к нам присоединился. Сегодня вместе с доцентом кафедры русской филологии из ГУ имени Петерима Сорокина Татьяна Николаевна Бунчук мы говорим о русском языке, о том, почему его стоит сохранять, не только сохранять, а еще и защищать, конечно. Татьяна Николаевна, всегда очень увлекательно знакомиться с дореволюционными изданиями, внимая речевым оборотом того времени. Вот кажется, что та цепочка слов, она как-то атмосфернее передает суть текста. Их современные синонимы считаются уже устаревшими, в принципе, использовать их как-то уже, как будто бы некомфортно в речи. Вот вы как к этому относитесь? Стоит ли использовать, насколько это приемлемо использовать старые слова в современных текстах, публицистике, ну и обычной нашей речи, ежедневной? Ну, иногда старые слова возвращаются, в этом ничего плохого нет. Но, собственно, та жизнь языка, она уже ушла, и не всегда возвращение будет удобным или уместным. Ну, вот, например, когда соизволите с ударыня, ну, согласитесь, звучит это несколько манерно. А если я вдруг верну вот то же самое, что я вспоминала Пушкинская, заменит или символ, то меня посчитают просто неграмотной, что я не знаю нормы современного русского литературного языка. И это тоже помешает в общении мне с другими людьми. Я уже молчу про тот самый пресловутый кофе или то самое слово кофе, которое в начале 20 века был такой замечательный словарь, который издал Долопчев, словарь неправильности русского языка. И его очень удивительно, что там слово кофе рекомендуется произносить, употреблять именно в среднем роде, а не в мужском роде. И оно считается, ну, по крайней мере, так считал Долопчев, опираясь на норму начала 20 века, что это слово в мужском роде, это речевая ошибка. Поэтому возвращать его в этой форме, ну, наверное, тоже опасно. Меня тоже могут упрекнуть в том, что я не знаю правила русского языка. А вот что касается иностранных слов, не много ли заимствований в современном русском языке, на ваш взгляд? Ну, на мой вкус, на мой вкус, наверное, много. Хотя я готова признать, что многие слова выполняют ту функцию, ради которой человек их использует. Потому что в нашу жизнь хлынуло очень много явлений, реалий, которые мы заимствовали из экономики, политики, культуры англо-американских стран. И поэтому удобнее было заимствовать слово именно в том его виде, в котором оно нас привлекло, как носителей языка. Поэтому, ну, наверное, слово выполняет свою функцию. Если оно не выполняет, язык такая вещь, что он пожует-пожует да выплюнет, если ему это слово не понравится, но не приживется. Тем не менее, на мой вкус, на вкус человека, который воспитывался в другой речевой культуре, мне тоже действительно кажется, что этих слов многовато. И я бы где-то использовала, ну, скажем, русский синоним, там, где используется слово иностранное. Хотя вынуждена признать, иногда именно иностранное слово помогает выразить какие-то тонкости, которые появились в современной жизни. Вот, например, содержание и контент. Я помню, что когда я услышала слово контент, оно мне страшно не понравилось, но потом я поняла, что оно помогает очень четко разграничить разные виды текста. Вот есть тексты, у которых есть содержание, глубина и мысль, есть контент, информация, где есть просто информация, без того, чтобы это требует какого-то осмысления, погружения и так далее. И тогда вот мы говорим, есть тексты с содержанием, например, классические тексты, и тексты Пушкина, это тексты с содержанием. Есть современная, например, литература, где есть контент, но нет содержания. Да, с этим абсолютно не поспоришь. А вот как вы относитесь к инициативе, которую сейчас обсуждают в Госдуме о переименовании магазинов на русский манер? Я не всегда бываю согласна с теми инициативами, которые выдвигают наши законодатели, но в данном случае я соглашусь, потому что вывески, названия географических объектов, вывески и так далее, все это делает пространство своим. То есть все это нужно для того, чтобы человек в пространстве ощущал себя на родине. А вот названия и вывески «Маленькая Италия», «Бавария», «Берлин», вывески, написанные на латинице и так далее, они создают чужое пространство. И человек ощущает себя как будто бы немножко ущербным, потому что он понимает, что все эти вывески, все эти названия на иностранных языках, они на самом деле поддельны. Мы понимаем, что это не настоящая Бавария, не настоящая Италия, но мы как будто бы туда хотим, а свое родное у нас не заслуживает того, чтобы этим любоваться, восхищаться или чтобы это нравилось. Поэтому, что касается вывесок, то тут я, наверное, поддержу это предложение. Мне бы хотелось жить в своем пространстве. Беседы о русском языке мы, конечно же, вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина, основоположника современного литературного русского языка. В нашей республике есть два памятника писателю. Один находится в Ухте, другой в поселке Казлук Усть-Вымского района. Мой коллега Северин Арпа в процессе телеэкспедиции «Большой Север» узнал историю скульптуры в Казлуке. Давайте посмотрим. Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты Как мимолетное видение Как гений чистой красоты В томлениях грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты Откуда в нашей тайге появился Александр Сергеевич нам рассказала ученица местной школы на территории которой он и восседает среди сосен. За нами памятник Александру Сергеевичу Пушкину Что ты знаешь про него? Какова история появления его здесь в вашем поселке? 44 года назад в поселке Казлук появился этот замечательный памятник Инициатором установки памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину стал первый директор леспромхоза Вашкинский Владимир Андреевич Квасков Автором памятника был Моисей Альтшулер И ежегодно мы в день рождения поэта 6 июня читаем стихи поэта перед его памятником Какие-то строчки помнишь сейчас? И долго буду тем любезен я народу Что чувства добрые Я лирой пробуждал Может быть есть какая-то традиция перед зачетом, экзаменом контрольной прийти там подержаться за ручку Александра Сергеевича? Ну на 1 сентября мы всегда фотографируемся Может быть кому-то Пушкин приносит удачу и те приходят Каждый год в день рождения поэта 6 июня здесь собираются его поклонники и читают стихи и прозу Такая же традиция есть и в честь Болгинской осени поэта В эту пору в Казлук съезжаются знаменитые писатели и поэты нашей республики И тогда снова звучат знаменитые строки Пушкина О том, какие еще события в Усть-Вымском районе проходят ко дню Александра Сергеевича Пушкина и ко дню русского языка мы пообщаемся в прямом эфире с директором местной библиотеки Еленой Бирюковой Елена Николаевна, здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте Рада вас слышать Действительно Скажите, пожалуйста Действительно в нашем районе Все, никак не можем с вами сконнектиться Вот еще одно новое слово современности Скажите, пожалуйста Елена Николаевна Насколько любим праздник русского языка и день рождения Пушкина у вас в районе? Да, в библиотеке нашего района постоянно проводят мероприятия Александру Сергеевичу Пушкину Вот я слышала до моего выступления что это не случайно потому что у нас в районе есть памятник замечательный Александру Сергеевичу Пушкину А этот год, год юбилейный в нашем районе проходит очень много мероприятий Это и обзоры, и разнообразные акции и конкурсы И вот один из таких конкурсов это районный конкурс Давайте вместе Пушкина читать В нем принимают участие почти все библиотеки района И уже прошли довольно интересные мероприятия Это литературный детский Пушкин знакомый или незнакомый Это библиописка русской поэзии Но особо хотелось бы остановиться на таком мероприятии как программа для читателей Украинский образ произведения Александра Сергеевича Эту программу подготовила литературная музыкальная объединена совместно с сотрудниками Нибуньской библиотеки и Бориса Тарчикова Они подготовили эти основанные сцены и произведения И буквально сегодня в день рождения поэта Эта программа была представлена учителем села Айкина С этой же программой наши талантливые участники литературы Музыкальная гостинка и выезжали И там ставили свои централизованные сцены Очень здорово В общем, мероприятие очень интересно Елена Николаевна, скажите, а вот как вы прививаете любовь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина современному поколению Ну и в целом, конечно, к литературе тоже Ну вот мы стараемся использовать более современные интересные формы работы такие как квесты и квизы Это форма проведения мероприятия Она такая живая как бы и обмен значит мнениями В общем, эта форма довольно интересная Буквально недавно вот прошел Пушкин квест по Пушкину Пушкин знакомый и незнакомый Просто команды, конечно, были в восторге от этой от такой формы мероприятий Узнали много нового потому что вопросы были очень даже и сложные и по произведениям и поэта и знакомым и незнакомым и даже значит были вопросы о местах проживания где Пушкин это имение Михайловского мы показывали и Болдина и ну и другие интересные рассказывали о других интересных фактах из истории и жизни поэта Очень действительно у вас насыщенно и интересно здорово хочется пожелать чтобы подобных событий было как можно больше удачи вам и успехов спасибо большое Татьяна Николаевна что говорит нам статистика статистика нам говорит что на русском языке сегодня разговаривают больше 255 миллионов человек огромное количество и вот еще один интересный факт разговорным русским языком обязательно должны владеть все космонавты которые собираются работать на международной космической станции на ваш взгляд что способствует сохранению и развитию русского языка то с чего мы с вами начали наш сегодняшний разговор Ну сохранению и развитию конечно способствует расширение расширение поля общения на русском языке говорить на русском языке читать на русском языке обсуждать хотеть читать и обсуждать прочитанное на русском языке и только интерес к русской культуре интерес к русскому языку поможет его развитию, потому что сохранять, я бы не сказала, что русский язык в большой опасности, а тем не менее бережное отношение к слову — это и бережное отношение к мысли и русской культуре. Абсолютно с вами согласна. Спасибо большое вам за сегодняшнюю беседу, было очень интересно, и желаю вам, конечно, удачи. Будем ждать снова в гостях в нашей студии. Спасибо. Ну а на этом у нас все. Программа подходит к концу. Это были детали лайф на Юргане. Меня зовут Евгений Кладкевич. Увидимся в эфире.